А какой из проектов, которые ты увидел, запомнился, наверное, как нестандартный, который тебя, может быть, удивил чем-то? Я бы разделил эти проекты на две категории. Первая категория – это сама тема. То есть есть абсолютно темы, которые мне не близки, то есть я их просто не понимаю. Эти темы для меня ничего не значат, типа там «секретная мама». Но тем не менее, я прекрасно понимаю, что у меня знакомые мамы, для которых это очень важная тема. Поэтому с точки зрения темы мне оценить его было сложновато. С точки зрения реализации, как блог, в принципе, наверное, все это было интересно. А самое главное – было четкое попадание в аудиторию. Но был проект, который мне интересен, точнее, их было два проекта, которые мне были интересны по темам. Это проект про депрессию, но не потому, что я там подвержен депрессивным состояниям, а просто потому, что это довольно узкая тема. И она очень такая деликатная, о чем я сказал в своем комментарии к этой теме. И мне очень понравилось, как автор ее преподнесла, эту тему. И я думаю, что если она займется этим проектом дальше, будет заниматься им дальше, то он может вырасти в очень интересный такой терапевтический ресурс. И я думаю, что у него есть некоторое будущее. И проект Ани Тишетской про образование, про то, что она делает. Мне эта тема, во-первых, самая интересна, во-вторых, он довольно качественно был сделан. И вот тут мы подходим ко второму критерию – это качество создания самого проекта. Естественно, что те проекты, которые были созданы на Тильде, они, в общем-то, по умолчанию как минимум красиво оформлены. То есть сервис не дает сделать плохо, я поняла. Ну да, в общем, да. Но я все-таки больше бы отдавал, ну так вот сейчас, голоса, свой голос за проекты, которые созданы на каких-то стендаловом платформах. То есть либо это какие-то блоги, ну какие-то сайты уже на конкретных адресах на своих. Еще один проект, который бы я хотел отметить, это, конечно, проект «Погуляй со мной». Тема сама по себе крайне, ну, на мой взгляд, она просто невероятно ценная. Потому что сам даже сталкивался с людьми, которые просто вынуждены сходить дома в силу там своих каких-то физиологических особенностей. Им сложно настроить какой-то контакт, им сложно, ну, бывает просто сложно выйти из дома. И как мне кажется, вот, кстати говоря, перескочу немножко, еще меня поразило то, что огромное количество тем, которые были авторы, связаны с некой такой социальной нагрузкой. То есть это не просто тема по интересам, интересно мне, татаркай, не бегай, я сделаю проект по татарканям, не бегай. Нет, здесь проекты, которые направлены на либо на какие-то социально не очень защищенные слотлые населения, либо просто для людей, которым требуется помощь. Вот, мне это показалось очень ценным, и это возрождает веру в человечество и в то, что технологии могут как-то помогать людям, в общем, не только, которые на этих технологиях связаны, но и совершенно обычным людям с улицы. Вот, проект «Погуляй со мной» меня впечатлил, в общем-то, достаточно простой идеей и несложностью реализации. Я надеюсь, что если Алина Хабирова прислушается к тем советам, которые мы дали по поводу того, что, в общем, не нужен сайт, и можно пользоваться социальными сетями, ну, и там еще были какие-то советы, то проект тоже, как мне кажется, довольно серьезное будущее, именно как социальные платформы, социальные площадки. Я сейчас социально имею в виду не технологические социальные сети, а социальные, как общественные вещи. Вот. Были, конечно, несколько проектов, которые мне были непонятны ни по теме, ни по реализации, ни вообще по тому, что в итоге хотели получить, а самое главное, зачем нужны были этим проектам какие-то мультимедийные составляющие. Вот. Я сейчас не буду их, наверное, упоминать так, чтобы прямо вот в лоб говорить. Мы, в принципе, это все дело обсудили уже в комментариях к каждому из этих проектов. Вот. Но я думаю, что если автор посмотрит поглубже на эти какие-то вещи, он может какую-то нишу в них найти, где действительно мультимедийный составляющий может быть. Самое главное, это, повторюсь, как я сказал в самом начале, не нужно все сервисы использовать только потому, что они существуют. У каждого сервиса есть определенная цель, определенные задачи, которые он решает. И в первую очередь, создавая какой-то мультимедийный проект, ты должен обозначить цели и задачи, которые тебе нужно решить. И уже под них выбирать платформы, сервисы и все прочее. Все остальное, в общем, это... То есть подходить нужно по вполне четким, понятным, законным менеджменту. Вначале определяем цели и задачи, аудиторию, и дальше идем по... В общем, уже эти ресурсы используем.